Добрый вечер! Я рада всех приветствовать на нашей лекции, посвященной Иераниму в Культурном Центре Пунктам. И сегодня мы продолжим разговор об этом художнике и, в частности, о его представлениях об Аде. Конечно, эти представления об Аде будут у нас очень сложно интегрированы и в представления о жизни, о смерти средневековой, ну и в целом средневековый контекст культуры. Я думаю, что кто не первый раз на наших лекциях уже уловил, что мы пытаемся реконструировать ту систему мышления и ту образность, те знаки и символы, которые бытовали в обществе и в искусстве во времена Иеранима Восха, которые запечатлелись в его работах, странных, может быть, неожиданных для нас сейчас, но более ясных и более внятных для зрителя того времени, для зрителя конца XV-XVI веков. И вначале, по традиции, я все равно скажу несколько слов про Иеранима. Это будет буквально уже несколько слов про этого художника. Я вижу, что все практически здесь присутствующие, так ли я знаю, что, наверное, слышали про него. Итак, Иераним, художник, который жил 500 лет тому назад. Родился он примерно в 1450 году. Умер он в 1516 году на территории Нижних земель Нидерландов в герцогстве Брабанд в городе Хертогенбос. И, собственно, по названию этого города мы и знаем фамилию этого художника Бос. Это сокращенная форма названия города, топонима. И Иераним происходил из семьи потомственных художников. Ремеслон своему обучался в мастерской отца. До отца занимался этим же ремеслом дед, до деда прадед. И все родственники Босха в том числе были художниками. Звали его, отродясь скорее, Иерун на старый нидерландский лад. А уже в момент расцвета своей карьеры он берет латинизированную форму своего имени, желая подчеркнуть связь со своим патроном, святым Иеранимом. И берет топоним Восх. Судя по всему, живет он в одном городе, никуда не ездит, сидит у себя в мастерской, рисует, пишет картины. И очень рано, и благодаря своим талантам, благодаря хорошей, успешной женитьбе, он достигает вершин в общественной жизни и города, и Нидерландов того времени. Он становится братом Братства Богородицы. Это очень элитарное и элитное общество, религиозное, которое влияло на культурную и интеллектуальную жизнь не только города, но и всех Нидерландов. Вот в целом, это религиозное общество, Братство Богородицы, Братство Богоматери, они были частью большого религиозного обновления, которое происходило на протяжении 14-го, 15-го и далее 16-х веков, которое называется Девотио Модерно, новое благочестие. И вот в рамках этого благочестия вырабатывались принципы, нормы, обсуждались принципы и нормы о жизни человека в миру, но, тем не менее, как эта жизнь могла бы протекать по законам крестьянского общества. Несмотря на то, что 15-16 век, да, общество у нас кардинальным образом трансформируется, меняется в это время. У нас не за горами новые времена, другая картина мира, высокое средневековье уже рушится, переходя в стадию, которую мы называем возрождение, и вот после возрождения у нас уже вот он, новый свет, новый мир, новые времена настают. И Босх — это художник пограничный, это художник перехода от того старого средневекового мира к новому миру. Но что это за новый мир, конечно, еще никто не знал, потому что он только наступал. Еще непонятно было, как входить в отношения с этим новым миром, как его понимать. Ведь было культуре известно только то, что создавалось на протяжении долгого средневековья, столетий. И мы с вами говорили про разные уже вещи, про Босха, про любовь, про жизнь. И сегодня мы будем говорить про ад. Пожалуй, наверное, ад и образы страха, страстей, инфернального, образы зла. Это обычно то, что нас, как зрителей, поражает в Босхе. Откуда вот все это инфернальное в нем взялось? Как ему это могло привидеться? Каковы источники этого вдохновения художника? Это его сознание, в которое мы не можем проникнуть? Или это культура, которая таким образом изъясняется через художника, преломляясь, конечно же, в его сознании, в его творчестве? И вот, на сегодня у нас с вами такой большой амбициозный проект поговорить про ад Босха, про его представление о зле. Конечно, там, где у нас будут представления о зле, там будут представления и о добре. Вот, ну, давайте приступим. Перед вами столешница. Да, я люблю повторять, что это произведение – это именно столешница, за которой кто-то очень благочестивый сидел. Ну и, соответственно, на такую столешницу тоже могли совершаться определенные религиозные медитации, наверное, предполагались даже чтения духовной литературы, потому что послание этой столешницы, оно похоже на притчу. И я не устаю повторять, что Босх – это художник, который похож на текст, он похож на литературу, но он работает при помощи визуальных образов. И при помощи визуальных образов он пытается создать большое повествование. И в основе этого повествования лежит притча. Притча, притча, нравственное послание, моралите, рассуждение по поводу важнейших вещей для человека – добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти и так далее. Но я надеюсь, что мы сегодня через картинки, конечно, это сможем увидеть. Возвращаясь к столешнице. «Семь смертных грехов и четыре последние вещи». Сверху у нас цитаты из псалмов представлены, я вам их перевела с латыни. И вот мы видим некоторую такую кольцевую композицию здесь. Глаз – око Бога, всевидящее око Бога, которое взирает на человека, исследуя как будто бы его природу. И в центре этого ока у нас представлен Христос, написано «Кавы-кавы-деус видят», «Бойся-бойся, Бог все видит». И нам, соответственно, подчеркивается вот эта фатальность того, что всевидящий Бог, всевидящим оком, он лицезреет все время человека. И до того, как попасть в басхианский ад, нужно пройти долгий путь. И вот сначала в первой части лекции мы будем с вами проходить вот этот путь жизни человека с точки зрения басха для того, чтобы в этом аду и очутиться, что, собственно, нужно сделать при жизни, чтобы туда попасть, чтобы это заслужить. Вот в этом мой вопрос к басху и к этой работе в частности. Ну и в центре мы видим семь смертных грехов. Там это небольшое такое отступление по поводу того, что смертных грехов было не всегда семь. Их было разное количество. И они варьировались в разные времена. В принципе, грехи могли друг с другом смешиваться, порождать новые разновидности грехов. И тоже забегая сразу вперед, монструозность басхианская во многом связана с тем, что через эту монструозность можно показать синтетическую вариативность греха. Условно, у нас разные монстры или разные тела монстров могут отвечать за разные грехи. Для того, чтобы нам показать их в комплексе, они таким эвристическим ходом совмещаются, как машины, как модель для сборки, рождая новых таких гибридов. И, возвращаясь к нашему оку, мы там видим семь смертных грехов. К примеру, похоть, которая у нас разворачивается в саду, гордыня, которая за ней идет. И здесь интересно, что басх показывает грехи не как что-то далекое и отчужденное от человека, а то, что происходит с человеком в повседневности. Вот дама, она примеряет чипец, видимо, нарциссического типа дама, смотрится в зеркальце, а зеркальце ей показывает сам черт. Нам показывают, что она очень любит предметы, которые маркируют ее гордость. Там у нее украшения, у нее явно богатый дом. И на заднем плане мы видим там мышь, видимо, запущенная кухня. И, кстати, там молодой человек тоже стоит и смотрит самозабвенно в зеркальце. Вот они, гордецы. Гнев идет вслед за ними. Гнев тоже показан через бытовую сцену. По разбросанной обуви на первом плане мы можем догадаться, что тут проблема в эдюльтере. Скорее всего, была измена. Измена была обнаружена. И начинается гнев между мужчинами. Лоска, в принципе же, у нас кольцевая композиция, да? То есть один грех порождает другой. И так оно пошло-поехало. Дальше у него идет алчность. Судья одно обещает одному, а взятки берет другого. То есть очень житейские какие-то образы он интегрирует сюда. Уныние или лень. Когда мы видим, что в этой лени мужчина отказывается от чтения священного писания. Он отказывается от четок, которые протягивает ему монахиня. Тоже вот в этом можно видеть признаки такого подступа к новому времени уже, к миру современному, что очень много бытовых сценок, вот очень много народного, очень много из бытовой жизни проникает в подобного рода художественные произведения. То есть мы видим, как они отрываются от религиозного, от церковного контекста и больше туда интегрируют быт. Зависть, где собаки завидуют костям, девушек смотрят на кошелек юноши, а вовсе не на него. И, вероятно, эта пара еще завидует богатому юноше соколом. Ну и так далее. Чревоугодие, чревоугодие. Грех перед вами очень такой пронзительный, где мы видим тотальное обжорство. Дом неухоженный, здесь же кухня, ребенок грязный, сова узнаваемая нами, ноктюрническая, которая говорит, свидетельствует о том, что не все в порядке здесь происходит. Ну и, в общем, такой разлад. Вот у нас с вами, соответственно, жизнь человека. Жизнь человека, которая чаще всего с точки зрения мизонтропичных босха проживается в повседневных соблазнах, и на пути этих повседневных соблазнов человек идет этим грехом. Но дальше с ним происходят четыре последние вещи. Это смерть. Каждый человек умирает. И здесь мы видим, собственно, сцену смерти, исповеди. Приходит смерть в виде скелета за мужчиной. Ну и черт, и ангел ждут исхода происходящего. Очень было важно правильно умереть до средневековой культуры. От этого зависела твоя загробная тоже жизнь. Она зависела и от того, как ты жил, и от того, как ты умирал. Издавались трактаты, печатались. Они так и назывались искусство умирать. Часто с картинками. Вот. Где прям с картинками давались советы. Адь Смуренди можно найти в интернете. В принципе, они даже отсканированы, выложены. Это не боск, это миниатюра средневековая на эту тему, где мы видим как раз вот про проблему смерти. Как черт приходит здесь совсем без ангела. А здесь на тачке черти увозят душу отошедшего в иной мир джентльмена. Ну, чтобы понятно, если это черти, чтобы начать там уже с ним орудовать. Ну и какие у нас есть еще важные вещи. Конечно же, это страшный суд. Тут мы начинаем подступать к аду. Да. Потому что, чтобы попасть в этот ад, нужно пройти суд. С судом было много проблем для средневековой теологии, потому что вроде бы как обещан священным писанием большой всеобщий страшный суд, когда будет второе пришествие Христа. Здесь, собственно, изображается у нас второе пришествие Христа. Вот у него лилия, вот у него меч, которым он должен судить. И вот восстают из своих гробов умершие, да, во плоти. Вот у нас воскресенье происходит. Однако человек умирает, что происходит с ним после того, как он умер, а второе пришествие еще не случилось. Вот. Оно же не случилось, а где-то же что-то с ним происходит с его душой после смерти. И ввели понятие малого страшного суда для этого. После своей индивидуальной смерти вы проходите малый страшный суд и попадаете, соответственно, по ситуации в определенные места. Вот. Думаю, рай от чистилища. Вот. В принципе, если за вас будут, если вы хорошо будете себя вести, если за вас будет очень хорошо молиться и очень много жертвовать церкви, то у вас будет больше шансов провести время в воду или в чистилище как-то лучше, нежели если не будут вас поминать. Поэтому какие-то вещи поправимы. И там вот вы дожидаетесь уже большого страшного суда. Если вы совершали вот эту жизнь, про которую нам рассказывает Боск, повседневную, обычную, со своими заботами мирскими, и, скорее всего, там вы соблазнялись грехами большими немалыми, то вас ждет ад. Здесь Боск еще подписывает, кто за что страдает. То есть все грехи, которые он нам там перечисляет, смертные грехи, здесь он их и подписывает. И это очень было принято до Средневековья, в том числе и на православных иконах мы часто можем встретить в подписи иконам страшного суда, в частности, где мы там увидим с вами сцены адских мук и мучений. Ну и те, кто, соответственно, были праведниками, они могут попасть в рай. Что тут любопытно? Посмотрите, архангел отбивает людей, которые идут в рай. Рай, сатанинское негативное начало, вот оно по Боску преследует до конца. То есть оно очень заинтересовано в том, чтобы человека поймать и забрать к себе, соответственно, скобку, а попасть к Богу очень сложно. Это, соответственно, тяжелый путь, в то время, когда туда, дорога в ад, она очень проста, прямолинейна. Если обратить внимание, у многих здесь танзурки. Это нам подчеркивает, что все они служители культа католического, то есть они священники. Ну и ангелы им тут музицируют. Из любопытного, обратите внимание, что вот там, да, у нас сидит вовка, ангелы поют, а вот это врата в Новый Иерусалим. И Новый Иерусалим в рай небесный. Мы говорим о Новом Иерусалиме, мы знаем по откровению Иоанна Голослопа, но он дается через образ храма. То есть Новый Иерусалим изображается как вход в храм, как вход через портал в готический храм. Дальше мы еще это часто увидим. Поехали дальше. Вот опять такой небольшой флешбек, откат, и мы возвращаемся к жизни. Проблема связана с жизнью, потому что, собственно, вот жизнь, она диктует логику ада, потом у Босха. Скорее всего, существовал несохранившийся тритик, его сейчас называют пилигримаш по земной жизни. И это разные сейчас фрагменты, они находятся в разных музеях мира, которые рассказывают про паломничество, про пилигримаш по земным страстям, которые совершает человек. И вот так называемый «Корабль дураков» сюда входит. И, соответственно, знаменитый «Корабль дураков», это произведение Себастьяна Брандта, правда, оно, скорее всего, было написано и выпущено позже, чем вот эта работа Босха. Но из интересного, соответственно, мы видим здесь разврат и разгул. Да, у нас монахини, монахи предаются какому-то адюльтеру, они музицируют, они выпивают, закусывают. Какой-то человек ездит по мачте дерева, и дереву в то же время для того, чтобы спилить вот эту курицу оттуда. Сверху у нас мусульманский, а мы уже знаем, что мусульманский слэш-еретический флаг развивается. И сверху саба. Да, саба. Из всего этого мы можем сделать вывод, что здесь про что-то нехорошее идет речь. И действительно, потому что образ корабля — это очень положительный образ для Средневековья. Непосредственно храм ассоциируют с кораблем. Центральная часть готического храма называется «Неф», «Палуба». И Средневековая символика, вот она очень много говорила про корабль, что церковь, она похожа на корабль, крест похож на якорь, они друг с другом связаны. Если захотите узнать подробности, спросите меня в конце лекции, почему все это взаимосвязано, пока я просто проконстатирую. А здесь мы видим такую травистию, что в миру люди все портят и искажают. Вместо того, чтобы у них был этот святой, этот Ноев ковчег, этот идеал, эта церковь, этот храм, они прелюбодействуют, развратничают и вообще предаются языческим ивичам. Скорее всего, это сцена из культа плодородия. Что-то вроде масленицы популярные в Европе, праздник в том числе, и было празднование майского дерева, когда нужно было по обмазанным жиром стволу забраться по дереву, средств оттуда курицу, и вот будет плодородие в следующем году. То есть дохристианские, здесь языческий эрудимент мы видим, который был популярен в обществе Иеронима. Праздновались в карнавальном, видимо, в карнавальном контексте такие праздники. Ну и Иеронима это дело нам, соответственно, критикует. Внизу под кораблем другие персонажи плывут, толстые на бочке, и все тоже опять выпивают. Это аллегория обжорства, он, судя по всему. В палатке у нас прелюбедеяния, разбросанные одежды. То есть опять грех, грех и чревоугодие здесь, и грех похоти. Вот они, смертные грехи, совершают, собственно, человека, как и на столешнице. Далее Иероним демонстрирует фрагмент со смертью скупца, так называемый. Любопытно, вот на мой взгляд, что еще вот это зало, где кровать умирающего скупца стоит. А что она вам напоминает? Мне кажется, если посмотреться по этой колонне и по структуре помещения, вы тоже увидите такой неф христианского храма. То есть нам как будто бы тоже здесь показывают аллегорию, что вот есть такое сакральное пространство, есть смерть, и человек все время находится перед некоторым выбором, как ему проживать эту жизнь в этом пространстве. И вот у нас скупец. Соответственно, интересы его были связаны с наживой, начать над златом, и ему черти, видите, все это дело подсовывали всю его жизнь. С другой стороны, у него есть четкий рука, то есть какой-то намек, может быть, на раскаяние, на другой путь. Приходит смерть, и опять вот дилемма выбора. Что он сделает, умирая? Потянется ли он к тому, что ему предлагает здесь черт, этим мешком золотым, или он обратится к тому, на что ему указует ангел, указует он ему на распятие. И вот босс, он как будто все время ставит этот выбор, показывает повседневность, и в этой повседневности есть выбор. Так же, как с этим корабельником. Очень мой любимый образ. Мы видим корабельника, скорее всего, корабельниками в Средневековье были бродячие евреи чаще всего, и вот этот корабельник, он уходит от чего-то, он идет каким-то путем. На заднем плане у нас, соответственно, бордель пренеприятнейший. Бордель, очевидно, куда эта дорога. Образы греха у нас есть и в этой красной собаке, которая нападает на путника, и, видимо, его кусало, потому что мы видим перебинтованную ногу. И есть разные негативные образы в этом путнике, обувь, одетая на разные, ну, разная обувь на ногах у него. И некоторые исследователи, например, считают, что это образ блудного сына. Очень похоже. Что это притча о блудном сыне, потому что вот он все у нас промотал, все состояние отца, которое у него было, которое было ему даровано, прокутил, и свиней упас. Но что потом случилось? Он вернулся. Он вернулся, раскаившись, и отец его, конечно же, принял. Для притчи это очень важно, потому что здесь этот блудный сын становится и образом души, которая всегда может вернуться в лоно Бога через покаяние. И сверху это реконструкция. Есть предположение, что у этого всего была сцена страшного суда. Что вот эти обстоятельства земной жизни и то, как вот те пути, которыми можно пройти эту земную жизнь, они были вписаны, конечно, в образ страшного суда. Той тотальной смерти, того эскатологического конца, который предрекается христианство и которого ждет каждый христианин в культуре. Это гравюра Аль-Хамеля. Мы про него говорили на первой лекции, что он был, скорее всего, другом Босха, и они вместе в Хертуген-Госсе жили какой-то период времени. И у Аль-Хамеля он создал целый ряд гравюр по мотивам Иеронима. А сама центральная часть не сохранилась. То есть мы не знаем наверняка, что там было. Прошли, едем дальше, постепенно, чтобы доехать в ад. Перед вами гигантский, огромный, мументальный дриптик. Вос Сена называется он. Его тоже так назвали искусствоведы. Сам Восх своей работой не называл, не подписывал им названия. Это позже было придумано для того, чтобы хоть как-то понять изучать и классифицировать. Потому что здесь мы видим не канонический какой-то сценарий, не легко узнаваемый иконографический образ. Все-таки речь идет про позднее средневековье, если хотите, северное возрождение. И должны быть достаточно узнаваемые сюжеты для зрителя. А тут мы не понимаем, о чем речь, потому что вот в центре Вос села. И долго было непонятно, к чему это, пока совершенно случайно исследователи не нашли в библиотеке Брюсселя рукопись. А в этой рукописи 16 века была записана нидерландская национальная песенка. И в этой песенке, соответственно, в этом стихотворении звучала следующая история, что прям практически педестопный ям. Что Бог, после того, как сотворил мир, человека, он все лучшее, что в этом мире, положил в копну, как будто бы создав в копну сена. И вот он сделал все лучшее, все благо он, значит, положил в такую копну, как нам изображает здесь боск. И дальше эта песня нам рассказывает, что человек, каждый, вот это все общее благо, стал разрывать на куски, желая себе урвать какую-то часть. И то, что раньше было единым благом, соответственно, все раздербанили на маленькие части и не осталось ничего. И, соответственно, здесь сена становится образом чему-то меркантильного, образом богатств, богатств мирских, за которыми охотится человек, желая их урвать. И, соответственно, все, что связано с мирским, все, что связано с плоским, оно ничто, потому что оно исчезает перед лицом смерти и перед лицом страшного суда. Соответственно, момента моря, помни о смерти, все есть, суета-сует. Про это, это как на сено, про суету-сует, про то наносное, про то, вот, про то стяжательство, про то мирское, что есть, и что чаще всего ведет в заблуждение человека, в заблуждение, в котором оказывается он в том самом аду. Но, это для вступления. Теперь давайте посмотрим поподробнее. Вот, начнем с левой створки с вашей стороны и с правой створки со стороны бога и со стороны меня. Мы там видим рай, да, то есть у нас повествование вообще должно читаться справа налево, и мы с вами его читаем справа налево, просто у вас оно в зеркальном отображении. Вот, и там мы обнаруживаем рай. Вот он рай, и очень знакомые вещи творения, творения Евы. Здесь перед нами из ребра Адама, и их падение. Их падение, вот у нас свершается, и дальше Адаму и Еву изгоняют, они изгоняются из рая. Обратите внимание на то, что змей антропоморфный и с лицом Евы, если присмотреться. Тоже, если будет вопрос почему, я на него отвечу в конце лекции. Но, что мне важно, вот у нас внизу очень узнаваемые сцены, сниги бытия. Но давайте посмотрим, с чего все начинается. Что сверху? А сверху у нас на небесах сидит Бог, окруженный ангелами, окруженный светом, солнцем, ну и небесными чинами, да, ангелами, архангелами, престолами, силами, властями. Это я к чему? Вообще на небесах с точки зрения христианства там полно чиновников. Эти чиновники, потому что у ангелов разные чины. Ангелы это достаточно это низкий чин. Есть, соответственно, те, кто повыше. Архангелы, Серафимы, престолы, власти, силы. То есть вообще ангелы некоторые собирательные для того, что имеют спецификацию ранговую для небес. Но понятно почему даже потому что то, что на небесах, оно должно совпадать с тем, что на земле. И вот таким образом эти ранги все и увязались. Да, конечно, все здравствует. Вот. И что мы здесь видим? Мы здесь видим войну на небесах. В каком предании мы встречаем эту войну на небесах, которую нам здесь изображает Иерония? Конечно же, в истории про Люцифера. И нам для нашей темы, связанной с адом Люцифер незаменим, очень важен и очень нужен. Напомню вам, это, конечно, некоторая уже собирательная такая средневековая история, которая долго формировалась, но тем не менее, что вот у Бога был любимейший ангел по имени Люцифер, да, свет несущий. Очень не любили, кстати, Люцифером называть дьявола в Средневековье, собственно, из-за корня Люциус свет, а светоносным называли Христа, поэтому не пользовались словом Люцифер достаточно долго, предпочитали другие, дьявол, сатана, то есть, можно, другие имена дьявола, которых тоже много. Вот, и Люцифер, он возгордился, и именно грех гордыни инициировал восстание против Господа и Господина. И вот Люцифер восстал, и потерпел он поражение, и вместе с другими ангелами он пал на землю, и даже не просто на землю, он просочился в самые ее недры, туда, где Аид, туда, где Ад, и стал повелителем Ада, стал повелителем тьмы, в этом, в низу мироздания. Вот, соответственно, он был незринут. И здесь Господь, посмотрите, что он делает? Он начинает изображение рая, казалось бы, рая, где должно быть все хорошо. Он начинает с изображения восставших ангелов. Вот она битва, которая разворачивается на небесах. И мы видим, как ангелы, вот они здесь ангелы, а дальше, когда они падают с небес, смотрите, они мутируют, они мутируют в монстров, в саранчу и в мерзких тварей, которые падают на землю, в рай и дальше в ад с точки зрения после. Вот поближе, соответственно, коры гиперские саранча. Некоторые в средневековье полагали, что это саранча такие недоупавшие восставшие ангелы. И комары, и другие прочие твари сосущие, неприятные насекомые тоже являются здесь что-то такое из этой оперы. Вот они у воска падают. Падают на землю, падают через водяной источник, через воду. В средневековье вообще считали, что ват легко попасть, и туда есть еще специальные входы, часто через дно морское, дно рек, через кратеры вулкана, например, вулкан Этна или Везувий, через некоторые расщелины, расселины. Считалось, что можно присочиться в ват и там попасть в самые глубины. Ну вот, они проникают сюда, в самый низ. Немножечко про контекст культуры. Вот эта идея, да, о том, что и в аду как-то сомнительно, в раю как-то сомнительно, потому что там и змей-искуситель есть, и какие-то черти уже обитают в раю, она не на пустом месте сформировалась у воска. У нее тоже длинная история. В чем она заключается? Вот перед вами фрагмент из алтаря мастера Бертрана, где мы видим Бога, и Бог на этом фрагменте он отделяет свет от тьмы. И соответственно он отделяет свет от тьмы, и в это же время художник нам изображает, что было как бы отделено добро от азла. То есть в тот момент, когда мы говорим про творение земли и про отделение света от тьмы в самом начале бытия, нам показывается, что в это же время как будто бы вот отделяется и хорошее от плохого. У нас, если появляется свет, появляется тьма, появляется плохое начало. И это плохое начало таким образом, словно тьма, да, нечто негативное, оно существует с того момента, как начинается существование с того момента, как начинается бытие. Понимаете? То есть антологически, исходя из существования этого мира, в этом мире есть тьма. Если тьма, это, конечно же, метафора зла. И зла, которое мы и видим через грехопадение в раю. Далее. Вот так это изображалось в миниатюре. Абоск, он в большей степени ориентировался на миниатюру средневековую, поэтому мы можем обнаружить там эти, я бы сказала, идеологические именно конструкции. Эти идеи изображаются нам параллельно, здесь еще смотрите, восстание и извержение ангелов, и здесь уже сотворен Адам, и творение Евы из ребра. То есть восстание, первый грех, который был реально мощно осуществлен на земле, это восстание сфера, а второй тут у нас прямо запараллеливается, это женщина, которая дальше будет проведником греха. Ну и на разных миниатюрах мы можем увидеть вот эти параллели, эти параллели, и вот они нас подводят опять к краю, к краю босхианскому, вот творение Евы из ребра изображает, босх, кстати, здесь любопытно, что Бог представлен здесь старцем бородатым, а не златокудром, Христом, как в саду земных наслаждений, помните, он там такой с кудряшками, красивый, а здесь вот он такой ветхий дни почти, соблазн, гордыня, ну и изгнание. И вот у нас из этого рая человек изгнан, то есть у нас в раю уже есть зло, и из израя он изгоняется уже на землю, условно, начинается его путь на земле, где в поту своем человек начинает добывать хлеб свой, рожать и смертью умирать. И тут такая притча, соответственно, о людях в целом, то есть люди, которые после предпадения сильно лучше не стали. Что у нас здесь происходит? Обратите внимание на вех. Вех это всегда очень важно, что происходит наверху. Здесь Христос, и я читала каких-то наших великих отечественных искусствоведов, которые пишут, он разводит руками и говорит, люди, что же вы вот как будто сокрушаетесь. Но на самом деле он не просто разводит руками в сокрушение, это узнаваемая эконографическая поза демонстрации пяти ран Христа. Вот католическая церковь, соответственно, там есть пульт ран Христа, это особая традиция почитания его ран, и в таком виде он изображается, когда восстает из гроба во плоти и чаще всего во время страшного суда. Вот здесь как раз фрагмент, где он во время страшного суда демонстрирует свои пять ран. И поэтому у нас вот этот центральный триптих получает, понимаете, содержание эскатологическое про конец света, если нам показывают сверху Христа в позе судьи, который совершает некоторый суд над тем миром, который у нас творится вот здесь вот. А люди не ведают, что происходит, да, то есть уже как будто бы мы подступаем к суду, он начинается, но люди еще вот увлечены своим этим селом. Ну и давайте посмотрим, что тут нам восст заповедовал, какие образы он нам оставил. Первый регистр, и моя любимая история, здесь мы видим толстого монаха и сено, да, сено сложит деньги, да, давайте держать все в сознании, что это золото, деньги, что это что-то мирское, меркантильное. Тут такая эксплуатация происходит, и видите, монахиня, значит, грузит, грузит ему, отдыхающему, за чашечкой сюда сено, набивают тюки. Здесь монахиня, которая, внимание, видите, она засела, которая деньги, пристает к министрелю, к грузовичному средневековому музыканту. У него волынка, а по прошлой лекции мы с вами уже знаем, что волынка это фаллический символ, и от волынки, обратите внимание, идет шнурок, на котором висит колбаска, не двусмысленно, и она пытается выменить на характерном, кстати, тут все еще месте находится, это всем на колбаску, да, проституция у нас тут происходит, тут еще кушинчик с цветочками, это тоже намек на коэтус, поэтому про всякие сексуальные отношения между монахинями и мужчинами, монахами и монахинями у вас много, то есть вот у него, например, здесь есть в аду, такая свиномонахиня, и вообще в Средневековье часто подобные образы встречались, то есть здесь босх тоже, он в контексте культуры функционирует, например, в романе о розе можно увидеть миниатюры и истории, которые, видимо, намекают на какую-то неуемную кухоть монахинь, собирающих фаллосы с деревьев, поэтому, в общем, такое бывало, и у босха мы здесь видим, собственно, как проявлялась вот эта реальная жизнь служителей культ в повседневности, и здесь он, конечно, ее нам критикует, поэтому они все у нас и отправятся дальше в ад. Здесь бродячий у нас врач шарлатан лечит девушку, у него набиты ксталь, вон, с сеном, с сеном его карманы, на столе у него какие-то непотребные очень вещи, располагается рисунок с корнем мандрагоры, и видим какие-то и прочие эзотерические баночки, и, судя по всему, разрешение на тем не менее оказание вот этих медицинских практик, хотя они, видимо, полу какого-то ритуально-магического здесь у него характера. Далее цыганки продают, эти цыганки, мы их знаем, мы это знаем по головным уборам по их костюмам того времени, они, судя по всему, продают богатые даме ребенка, и здесь мы видим тоже что-то не очень хорошее, ну, и тут какой-то попрошайка, значит, у нас фигурирует, над ними, выше, смотрите, все представители общества боском здесь выводятся на авансцену этой наживы, потому что и нищие, и богатые все гонятся за этим селом. Здесь, соответственно, у нас Папа Римский, и, быть может, это Папа Боджа, это видно по теории, да, мы понимаем по теории, что это Папа Римский, и это какой-то из представителей соответственно светской власти, может быть, Священной Римской империи. Сзади мы видим флаги с лилиями французскими, с двуглавым орлом тоже, с нами показывают представители светской духовной власти, и все они вместе идут за этим селом, а ближе всего к сему сцены, связанные с насилием, то есть вот прям у стены разворачиваются здесь эти, наверное, самые негативные сцены, убийства, там сверху просто вражда, а тут человек человека убивает, и, конечно, грех первоубийства сразу всплывает в нашем сознании, вратуубийственная трагедия, возыгравшаяся между детьми Адама и Евы, которые инициировали грех, между Каином и Авелем, соответственно, здесь такой прообраз первого греха, конечно же, это Каин, убивший своего брата, и, между прочим, кстати, Каин принес от плодов земли своей, что опять намекает на вот эту некоторую негативность сена, и вообще в священном писании жухлая трава, сена очень часто связаны с такими образами того, что все проходит, все увядает, ванитас, а нужно было думать про душу, а не про тело. Ну вот, сверху, соответственно, у нас любовники там музицируют, вместе с ними чертик, видите, он играет, тоже у него нос-волынка, вот, все в одном, и никто не обращает внимание на ангела, соответственно, который смотрит за Христа. Любопритный такой момент, видите, из этого куста высовывается прутик, на ней сова, и тут что-то привязано, и ласточки, соответственно, вокруг нее летают. Это мы как раз возвращаемся к тому, что во время охоты использовали сов, вот, и совами заманивали, заманивали, вот, для того, чтобы либо на них лодить, иногда сами совы охотились, а тут, конечно, сова становится таким образом тоже дьяволом, на которого ласточка, душа невидная, может, может, прилететь, а тут ее и цапает. Вот, ну, это параллели такие визуальные, и вся эта повозка с сеном, она устремляется уже монструозными существами, монстрами в ад, которые у нас на противоположной створке представлены. Здесь мы видим, соответственно, всю эту нечисть, во-первых, народ, выбегающий из какой-то горы, может, это намек на народ бог и могок, который должен прийти тоже во время страшного суда. И вот эти черты, соответственно, всю эту повозку, а мы уже, я думаю, догадались, что это образ мира, что это некоторый такой обобщающий образ мира, вот эта повозка с сеном, они увозят это все дело в ад. Ну, и на последней створке мы видим этот ад непосредственно иеронима, где все горит. Цвета ада устойчивые, цвета ада, конечно, это черный и красный, черный, потому что там тьма, там все негативное, красное, потому что там все горит, там жгут грешников, там работают печи, вот, и описаний ада в Средневековье было очень много. Можно предположить, что пожар вот в соборе Святого Иоанна повлиял здесь на иеронима, и разрушающиеся здесь, разрушающиеся здания, явно церковная постройка, такой страшный видимо образ, который он интегрирует в этот ад. И какие-то там разнообразные, за разнообразные грехи, пройдохи у нас и оказываются. Видимо, военный, который своровал, ну, военный по шлему, мы предполагаем, патир у него в руке, потому что патир из церкви. И вот эти фрагменты, они уже отсылают на разные средневековые тексты, которые были очень популярны во времена Босха, и которые Босх мог знать или не знать, скорее всего, знал какую-то их часть, например, видение Тунгдава, и здесь можно проводить параллели между текстами, которые он читал на тему ада и того, что там будет происходить. Кое-что из этого я даже сегодня зачту, я специально взяла с собой книжку, для того, чтобы можно было ее прочитать. Мне нравится этот охотник, видите, тоже какой-то он хоть антронхламорфный, но сталинского типа. Вот у него этот крюк, и подобного типа крюк мы будем все время с вами обнаруживать в аду. Это непосредственно эти штуки, они использовались для в мясных и лавках, на них подвешивались туши животных для освежевывания, разделывания, и в аду точно такие же крюки, у чертей благодаря и с их помощью они как-то инструментами совершают равнообразные пытки. И видите, он здесь поймал человека, человека как дичь, и его непосредственно распотрошили. Мы восх все очень подробно нам изобразил. Здесь даже в внутренности. Мы закрываем этот триптих, и что мы там обнаруживаем? Этот же триптих, он обычно закрыт, и по праздникам он открывается. И на этих створках мы опять обнаруживаем вот этот образ путника, который мы с вами видели в пилигримаже по земной жизни. И у путника видите, тоже все интересно. Он пытается опять греха отстраниться на заднем плане. Опять вот нехорошие эти негативные образы мы с вами видим басхианские. Грабят бела дня мужчину. Волынщик вместо того, чтобы заниматься чем-то порядочным, играет на музыкальном инструменте. Пара вместо того, чтобы за своим стадом присматривать, там сует и стадо овец разбежалось, а овцы это же тоже образ узнаваемый, идея здесь паства. То есть тут какой-то распад. А если еще внимательнее присмотреться, вот за это я люблю басха, за то, что он весь в деталях, в микродеталях. Мы увидим за путником виселицу, ну, во-первых, холм похожий на долгову, и мы можем предположить, что это отсылка безусловно к страстям Христовым, к Голгофе и к суду, который должен совершиться над каждым, кто внутри этого триптика. То есть дальше мы раскрываем, а там как будто бы и происходит этот страшный суд. Просто он происходит вот таким образом у Иеронима. А здесь это не просто створечник, это средневековая традиция, часто на деревьях, и сейчас это, кстати, можно встретить в Италии, в захолустных местах, в Греции, например, делали такие небольшие образы, небольшие, это даже нельзя назвать мини-часовинка, это действительно небольшая такая будочка, которая крепилась к дереву, и внутри там могло быть распятие, или там могла быть Богородица, ну, а вы все либо распятие, либо Богородица. Вот, и тут мы тоже видим образ Христа, на самом деле, как некоторый вот намек на выбор, который и есть, вот выбор этой жизни, или выбор этой жизни, мирской или духовной, приятного для тела или вечного для души, то есть нам вот Босх расставляет все время эти вопросы на подумать, и здесь, соответственно, тоже этот путник, этот блудный сын, или этот странствующий пилигрим, крабейник, он уходит от греха, от собаки, которая на него нападает, ощутившаяся, как здесь символ, образ греха, вот, куда-то вот он уходит, да, то есть он совершает какой-то акт выбора индивидуального, мы не знаем, чем он кончится, но тем не менее он делает усилия. Вот еще раз все вместе, для того, чтобы посмотреть. Вот теперь непосредственно после того, как мы с вами погрузились в этику Босха, где он нам показывает вот этот мир, полный проблем, будьте здоровы, подойдем с вами к триптиху «Страшный суд». Перед вами монументальный триптих, находится он сейчас в Вене, там его можно посмотреть. И это, соответственно, триптих на сцену «Страшного суда», того самого большого, грандиозного, финального, важного, к которому стремится вся христианская культура. Потому что с точки зрения христианской культуры мир был создан Богом, было создано время на заре бытия, дальше мир, соответственно, живет, он претерпевает различные в этом периоде вехи, в том числе приход Христа, и все должно закончиться со вторым приходом Христа, когда будет произведен вот этот Страшный суд, дальше условно время земное будет навсегда уничтожено, земля никогда не будет существовать в том виде, в каком она была до этого, и начнется для праведников горний Иерусалим, где наконец-то человек встретится со своим создателем, со своим Богом, ну, а для тех, кто не встретится, они, соответственно, попадут в бесконечность отринутую, отринутыми от Бога. Вот это нам рассказывает христианское предание, что нам рассказывает Босх. Здесь мы видим опять рай и опять в раю грехопадение. Вы знаете, немного, да, напомню вам по структуру, вообще вот так вот выглядит традиционно Страшный суд. В принципе, Страшный суд это устойчивая иконография, не то, чтобы художник, мол, мог сильно фантазировать, потому что есть традиция того, как изображается Страшный суд для Средневековья. Вот, например, Рогер Вандер Вейден, он нам изображает Христос на радуге, судья мира, у него тут сфера мира под ногами, лилия и меч, которыми он судит, архангел, который взвешивает людей прямо на лесах, вот, их души, их дела, ну и, соответственно, хороший, вот, архангел поближе, соответственно, Богородица Иоанн просят здесь за род человеческий, там апостолы сидят, и хорошие отправляются в рай, и рай опять нам, кстати, изображается через архитектуру Готического собора, а плохие отправляются в ад, и это все занимает очень четкие места в иконографии. Стефан Лохнер то же самое, да, на уровне структуры, вот у нас Христос, он сидит на сфере мира, Богородица, Иоанн, здесь происходит суд, и праведники идут в рай, тоже он через Готику показан, и грешники у нас отправляются гореть на вечной муки. То же самое, Фра Анжелика, то есть вариации не может быть, это устойчивая иконография, это религиозное высказывание. Тут из-за интересного это поза Христа, конечно, обратите внимание, здесь на позу Христа судьи, ну, здесь, соответственно, у нас все, кто принимает участие, работа на этом суде изображаются, он с такой вот занесенной рукой, эту занесенную руку вы можете узнать на Сикстинской капелле потом, то есть у этой иконографии тоже долгая история, вот, иногда ее связывают, он здесь похож на Зевса, ему только не хватает стрелы в руку, чтобы начать ее метать, но это тем не менее. На миниатюре, на книжной, в принципе, все тоже очень четко, суд, сверху рай, потому что сверху все, что получше, ну, и снизу, где ад, через врата ада грешники отправляются в пасть ада, то есть это очень, видите, в разной, в равной степени показан рай и ад, и есть, собственно, суд, потому что суд это самое важное во время страшного суда. Что мы видим у Босха? Да, мы видим совсем другое, у нас не такая иконография, у нас работа отличается от того, что было принято на протяжении столетий, он меняет акценты, и поэтому это так важно. Вот он, маленький суд, то есть не какой-то огромный суд, не архангел с висами и смечом, не большая толпа, которая принимает во всем этом участие, маленький здесь Христос, чуть-чуть апостолов, Мария и Иоанн, вот они сверху, там, значит, вершат этот суд, а, соответственно, все остальное у нас отдано чему-то другому. Вот он рай, и в раю мы опять видим, что рай начинается с падения мятежных ангелов, то есть рай, а Босха нам опять, вот он прям показывает подряд-подряд, в раю все неславно, вот, нету этого, у Босха нету этого идеального нового Иерусалима, в который должен, может попасть душа человеческая. вот они восставшие у нас здесь ангелы, падают с небес, и зло попадает в рай, и, соответственно, чувственность попадает, и вот оно, искушение, и вон сверху мы видим, как ангел всех изгоняет. И из этого рая дальше, значит, у нас такое тотальное изображение, я бы даже сказала, не суда, а ада, какое-то прям адище, которое происходит на и центральной, и противоположенной панелях. И где же праведники, да, где праведники, которые должны попасть хоть куда-то в Новый Иерусалим, чтобы там было неплохо. Праведников очень мало, то есть в Восх, это буквально, вот они, я вам их вывела на слайд, да, огромные, трифти, два метра, и там вот столечко маленьких, и тут, видите, даже Ангел его спасает из последних сил, а на него с арбалетом охотится какая-то чертовщина. А все остальные у нас получают по заслугам, потому что условно любили сено. Любили сено, любили сад земных наслаждений, любили семь смертных грехов, которые обычно же не один грех у нас попадает, а сразу все во всем комплекте. и вот все это богатство мирской жизни, мы с вами помним, что Восх, он всю жизнь провел в доме, окна которого выходили на городскую площадь рыночную, и там вот он созерцал эти протокапиталистические отношения меняющегося мира, где ценности, конечно, запереначивались, и вот мы можем предположить, что этот слом, он таким образом запечатлелся в его работах, во-первых, во-вторых, конечно, не просто так я написала книжку о Паталипсе в Средневековье, и очень много внимания там уделила именно Восху, потому что в 15 веке действительно ждали страшного суда, умели в Средневековье, ну так же, как и сейчас, вы можете встретить эти условно правильные даты, когда страшный суд произойдет, когда же будет конец света, это всегда интересовало человечество, и во времена Восха тоже ждали конца света, вот, и такие настроения, да, когда мир рушится, а вы еще ждете конца света, а до этого у вас пал Константинополь, и вообще какая-то сплошная ересь, конечно, закономерно проникновение всех этих идей страшных на пространство его тыптиков, ну и дальше мы обнаруживаем, конечно, виртуозные мучения, откуда эти виртуозные мучения тоже берутся, про ад в средневековье знали очень хорошо, было много текстов, не один, не два, было много текстов, которые описывали путешествия по аду, и что там происходит с человеком, конечно, описывались и образы чистилища, и даже райские образы, но, конечно, самыми мощными, самыми убедительными, самыми красочными были образы именно ада. Недаром по La Divina Comedia di Dante говорят про вожественную комедию Данте, что ад в ней намного более убедителен, нежели рай. В раю все тепло и светится, и очень красиво, и ярко, и никто в это не верит, а в аду все очень и очень, как в нашей жизни, только побольше огня. И поэтому про ад, соответственно, рассказывалось, что он и тесный, и в то же время бесконечный, что там есть и холодные озера, и муки, связанные с холодом, и жаровни, и вообще ад похож на кухню, на печь, где черти постоянно жарят, варят, варят грешников, поглощают, переваривают, исторгают, испражняются ими. И дьявол и черти, они очень заинтересованы в грешниках, потому что они, условно, для них такая нефть. Благодаря грешникам поддерживается функционирование ада. Вот эта вся топка, вот эти печи, весь этот аппарат чертей, которые там населяют адское пространство. И поэтому черти, вот они очень заинтересованы, чтобы у них была энергия, и они себе вот грешников туда заманивают большими партиями. Поэтому там так плотно и людно все. Ну и у воска мы тоже видим много всякого в таком духе, да, кто-то испражняется в воронку, из этой воронки явно черепоугодник тут пьет, его мучают разные черти и жарят парик здесь у нас сковородках какие-то прыщавые ведьмы людей. И на что хочу обратить ваше внимание, милитаристская тема, то есть ад похож на место, на пространство войны, то есть там постоянно идут какие-то военные действия, очень много милитаризма, много образов из пыток для средневековья даже, ну и позже пытки были делом постоянным и площадные казни, отдельная культура казни, соответственно, на площади, где тоже можно было все это делается зреть и у воска мы видим вот такую войну, войну, убийство кровожадное и таков его суд, то есть по большому счету в нем нету вот этого нового Иерусалима, этой позитивности, в нем есть исключительно эти инфернальные образы горения, пожаров, девиации, вот, например, таким образом он, видимо, изображает дьявола, сатану, но, видите, он изнутри горит, он и ночь, и огонь, у него, кстати, тюрбан здесь на голове, в руках у него, тоже опять намек здесь на восточную тему, мы с вами говорили, что представители иудаизма, и мусульманства у Босха очень часто фигурируют, и в негативном контексте, здесь Босха показывает достаточно традиционную нетерпимость для средневековья, жабы, кстати, видите, по кругу у нас все это все это жабами, вот уже узнаваемая сова, тот самый крюк, на котором питают людей, здесь какие-то фарисеи неприятные что-то начитывают, но это теперь тоже такое для общего развития про ад, картинки, их было правда очень много, миниатюры, комментарии снабжались часто иллюстративным материалом, и фрески, мозаики, визуальные образы, проповеди, все это конечно же пристрило такими адскими темами достаточно часто и в большом количестве, и поэтому здесь боск конечно не оригинал, образ кстати адской пасти, вот у него тоже часто фигурирует, различные животные, которые у него мучают людей в аду, они тоже связаны с проявлением негативного, да, мы с вами в прошлый раз говорили, что иногда зверей изображают, грехи изображают через животное, через зверей, через звериное, но и помимо всего прочего за каждым зверем закреплялась определенная негативная коннотация, вот, и эти монстры, они совмещали в себе разные черты зверей, как разные черты негативных проявлений, злобы, агрессии, глупости, лени, похоти и так далее, и вот, собственно, эти населяющие ад персонажа и занимаются там мучением, пожиранием, расчленением и пытками, вот такая история у нас с Иронимом Босхом, есть еще одна работа его на тему страшного суда, страшный суд в Сбрюге, с ней есть проблемы, потому что непонятно, Босх или его студия написала эту работу, здесь, на самом деле, мы видим воспроизведение той же логики, то есть странный рай, и рай, где не все очень хорошо, отсутствие праведников, мы почти не видим этих праведников нигде, и тотальные пейзажи, вот, тотальные пейзажи с адом, с плитками, с пожарами, которые мы обнаруживаем и вот в этом знаменитом саду, саду земных наслаждений, вот, где мы видим этот ад, ад, в который попадают у нас вот эти все грешники, грешники связанные ну, посаду земных наслаждений, с чувственными удовольствиями, с похотью, и тоже с телесными, с какими-то невоздержанными телесными проявлениями. Здесь добавляется еще какая-то новая грань, очень много сцен с таким городским, я бы сказала, пейзажем, или с намеками на город, и у Босха видимо много критики городской культуры тоже, вот, за то, что город, цивилизация, она, несет, несет в себе потенциальность выбора, который часто приводит человека к этому греху, ну, а оттуда уже, соответственно, в ад. Поэтому у него, в принципе, вот тексты, в которые бы описывали, что ад похож на город, таких нет. В основном, ну, помимо того, что Рим блудницкая, вавилонская, и вот образ есть вавилона, как у града такого демонического, негативного, ну, вот, да, здесь мы можем также предположить, что есть отсылки к гавилону. В основном, конечно, ад это такое некоторое пространство бесконечных печей, а у него здесь есть и мельницы, и мост, и, кстати, водяная мельница мы видим. Мост, кстати, и река это достаточно часто воспроизводящийся мотив для текстов средневеков, где описывался ад. Ну, и там мы, соответственно, с вами обнаруживаем всевозможные пытки и пытки над грехами, над грехами, которые люди получают вот в предыдущих фрагментах триптихов, либо мы уже с вами понимаем за свои прижизненные свершения. Из сада, конечно, здесь перед вами сейчас знаменитый человек, человек-дерево, дерево-деццо. Мы здесь видим безумную таверну, где кабак и происходит какое-то возлияние явно нехорошее. Сверху валынка, а валынка по-прежнему у нас символ фаллический, вокруг которой все очень зацикленно ходят. И это яйцо, этот кабак, он находится вот в этом выеденном яйце, и с которого произрастают наподобие деревьев, ноги, шатка, стоящий и расплывающийся на этих здесь двух кораблях. Скорее всего, конечно, намек на невоздержанность здесь связан с алкоголем, с культурой борделя. Более того, может быть, обнаруживаются намеки на сифилис вот в этих рангах, на ногах у этого условно дерева. И вот ВОЗ нам опять намекает на те самые свои бордели, которые были распространены в Нидерландах, в Средневековье, что вот из них дорога непосредственно в этот ад. Хочу вам зачитать цитату, которую я для вас приготовила, чтобы тоже некоторую такую атмосферу создать того, в чем жил Иероним, в какой интеллектуальной культуре он бытовал. Как я уже сказала, этих текстов про ад было действительно много, и они расписывали вот разные грани ада. Во что, за какие грехи в аду как тебя мучают? Например, если ты получал святые евхоистические дары, но относился к крови Христа и к плоти Христа как к хлебушку и к вину, то за тебя тебе будет определенный грех дан. Если ты там солгал, другой грех будет дан. Если ты потерял девство, третий тип греха. Если ты тоже был служителем культа, но недобросовестно совершал свои дела, тебе тоже будет даровано другая разновидность пыток в этом аду. Пытки в аду были очень многократно прописаны. Это не просто одна пытка, это за разные прегрешения, за разные поступки тоже разные здесь идут пытки. В одном норвежском тексте 13 века рассказывается, что ад, конечно, там все мучаются, там оры, крики. Кстати, у Босха мы тоже видим, что у него люди орут, они пытаются заткнуть уши, то есть они там всевозможные мучаются сильно. И в этом норвежском тексте говорится, что вот в какой-то момент черти выстраивают всех грешников, и они их ставят прямо на сцену, сами черти высаживают с амфитеатром, как вы сейчас сидите напротив меня. И на этой сцене дальше грешники, они мучаются своими собственными грехами, разыгрывая их практически как на театре. И у нас происходит такое кино для чертей, театр для чертей, которые вот они хихикая, улюлюлюкая, там лицезреют. То есть это действительно очень разнообразные тексты. И это была литература, она циркулировала. Кто не мог читать, до тех она могла доноситься через проповедь, конечно же, которая предпосылала миру и мучения, и страшные суды. Вот. И в своих вот этих видениях страшных ада часто говорят, что Босх опирался на описание из видения Тунгдала. И я тоже так думаю, что скорее всего он мог читать или видеть или сталкиваться с этим текстом, поэтому мне бы хотелось зачитать вам небольшой отрывок, чтобы просто у нас позвучали фрагменты того, как это было принято. Инфернальная долина ужасов, боли и плача открылась спутником. Тунгдал и ангел достигли ворот крепости ада, угрожающей высокой будто гора. Этот чертог скорби выглядел будто печь с широкой горловиной спереди, и из этого отверстия исторгалось великое пламя, вздымавшееся на тысячу футов над землей. Черти сжигали грешные души. Подойдя ближе, Тунгдал узрел палачей, стоявших посреди пламени. У некоторых в руках были острые ножи, другие орудовали пилами, вилами, крюками, широкими топорами, они сверглили, бурили, насаживали и накалывали плоть. Изверги убивали души, некоторым сносили голову, другим отрезали бедра, руки, ноги, а иных четвертовали. Однако все страдальцы вскоре восстанавливались, обретая свою первозданную форму, только чтобы вновь пострадать от палачей. Вскоре он увидел ужасное существо, казавшееся еще более злым и опасным, чем прочее, с двумя огромными черными крыльями. Из его ног торчали когти из железа и стали, его шея была длинной и стройной, но на ней воцарялась огромная голова с горящими красными глазами, огромный рот монстра исторгал плевки пламенного огня, а его нос увенчивался стальным наконечником. Зверь сидел посреди замерзшего озера и пожирал испуганные души, которые воспламенялись и горели внутри звериного тела, пока не оборачивались в ничто. Затем испекеленные души исторгались вместе с экскрементами, вновь-новь восстанавливались и все повторялось снова и снова и снова. Грешные души, испещенные синяками, кричали от боли, от этих злоключений, как женщина во время родов. Змеи и крысы начинали грызть их изнутри, когда души осознавали, что с ними происходит, они стенали и орали, но невообразимого ужаса избежать не удавалось. Они будто беременели и рождали монстров, внутри них копошились змеи, готовые выйти наружу. Ну, и так далее. Да, я все-таки, наверное, прервусь. Я думаю, вы ощутили настроение этих текстов, их образность, их тщательность. То есть, они очень подробно, смакуя, наслаждаясь, описывают вот все. Какие черви, из какого места, как полезут, как гореть, как потом будут страдать и восстанавливаться и снова страдать в бесконечных муках, там, душа, претерпевая, будучи, конечно, душой, вот, или на телесные мучения. Для это тоже, для ада это очень важно. И поэтому, когда мы смотрим сейчас на странный, казалось бы, вот этот отбос, да, он не такой странный, когда мы начинаем начитывать всю эту литературу, а это еще снабжалось картинками тоже. Вот, и вуаля, и ироним. То есть, он такой становится здесь художник хиперэкселанс просто вот этого монструозного и этого инфернального. Вот, в частности, вот эта антипоморфная птица, она, конечно, здесь имеет отношение не последнее к писанию, которое я вам зачитала из введения Тундала, где грешников, соответственно, монстр пожирает, да, с клювом, который, и он их переваривает, и вот они и сторгаются. То есть, у нас здесь практически прямая иллюстрация текста, конечно, на басхианский лад, здесь и намек на чревоугодие, есть и на алчность, здесь на похоть и на гордыню, здесь, кстати, скорее всего, на грех против природы, на мужеложество, вот, и птица у нас это тоже в виде совы, да, ну, то есть у нее голова так, совиного типа, вот, а мы с вами тоже помним по-прежнему, да, что сова у нас, она символ ноктюрнический, негативный, кстати, синие или голубоватые цвета, вот в контексте средневековья, они были тоже негативными, в основном, ну, понятно, что он голубой мог встречаться в хорошем контексте, там, где речь идет про небеса, например, вот, но он таким положительным, он становится дальше, а так, в принципе, если говорить про символику цвета, он наделялся тоже всякими нехорошими образами, вот, соответственно, поближе эти терзания у нас здесь видны, ну, и знаменитый от музыкантов, конечно, куда без него, вот, от музыкантов, где мучаются у нас музыканты, мы можем, конечно, посмотреть это все поближе, они и орут, и кричат, и здесь у нас мусульманский флаг, и, значит, блок флейта в анусе, полный, полный комплект по госпу. За что эти музыканты туда попали? Ну, мне кажется, что, очевидно, за что. Музыка очень часто сопровождает взлияние, и выпили, запусили музыку, услышали, расчувствовали, давай в пляс, а там недалеко до корпоратива, от Юнтера, и началось, и вот дальше настигает расплата в виде ада иронима, прошу прощения за такие бытовые сравнения, но, тем не менее, для Боска была важна все равно эта связка с непосредственными бытовыми реалиями, поэтому он много интегрирует пословиц, поговорок, мы про пословицы и поговорки будем в следующий с вами раз говорить, потому что для Брейгеля это еще актуальнее, но Боск тоже это делает, вот эту сцепку именно с мирской повседневностью, вот, и музыка, конечно, она несет в себе чувственность, она беретит душу, она предполагает танцы, и все это, конечно, может статься нехорошо, любопытно, кстати, смотрите, тут какой-то шашлык из жабы еще можно рассмотреть на этой лютне, смешанной с арфой, конечно, есть хорошая музыка, да, но хорошая музыка это у нас барга, ангельское пение, есть ли все равно в этих музыкальных инструментах, ну, с музыкой сложно, потому что церковная музыка часто и на лютне играла, и у того же, извините, неналютнее на арфе, вот у Босха можно встретить ангелов с арфой, то есть вот арфа у него в положительном контексте фигурирует, и у других художников тоже можно увидеть, что вот ангелы они на арфе инфицируют, иногда даже и неналютнее у других художников, а у него все это попадает в ад, есть ли здесь намек не только вот на условно на такой бордель, и ботовизмы, есть ли здесь намек на критику церкви, что и в церкви все не ладно, некоторые ее там представители или элементы могут попасть в ад, конечно, да, у Босха, как вы видели, полно критики и мирской власти, светской, он критикует светскую власть, там у него много и военных, и явно властимущих попадает в этот ад, у него много в аду тоже мучается мужчина с выбритыми там зубками, ну что намекает на их причастность к религиозной касте, поэтому не исключено, что здесь есть вот еще дополнительные намеки на эти реалии. Любители санок, любители коньков тоже у него попадают в этот ад, потому что рискуют единственной жизнью, чудесной, данной Богом человеку, проваливают под лед, и здесь обыгрываются, конечно, видимо, и пословица, связанная с рисками, какие-то поговорки нидерландские о том, что опасно ходить по тонкому льду, можно провалиться, опасно ходить вот этими какими-то сомнительными маршрутами, можно оказаться в этом инфернальном пространстве. Вот это мне очень нравится, это фрагмент. Вот в саду земных наслаждений у Восха такой ад, он более, наверное, слаженный, более продуманный, там разные категории, потому что представлены это игроки, тоже тема сразу с бордером, с каким-то у нас всплывает, с кабаком, игроки, которые попадают в ад, видите, любители здесь поиграть, поиграть в карты, мы это дальше увидим, проститутка непосредственно, с красной свечкой в руках, видимо, ожидавшая клиента, с кушинщиками, с кушином, кушин, это всегда у Восха, и не только у него, но и в литературе того времени это намек на женское тело, прямая метафора сосуда, телесного сосуда, и вот когда мы, например, видим какие-нибудь букетики, вставленные вот в эти сосуды у Восха или расколотые сосуды, это все намеки на поэтус, разбитым сосудом называли женщин, потерявших девственность в литературе этого периода времени, вот поближе, соответственно, у нас здесь проститутка с кубиком на голове, опять заяц с крюком, на котором подвешивают и мучат, и мучат, и любопытно, что здесь охотник и жертва поменялись местами, да, потому что этот заяц, он несет человека, которого он растерзал, да, он стал этим охотником в этом адском пространстве, и это важная идея, что в аду оно как бы все переворачивается с ног на голову, поэтому там столько вот этих должно быть извращений, это тоже подчеркивает его, его вот эту оборотническую сторону, что вот в аду все должно быть ненормально, нехорошо, вот не так, иначе, и, соответственно, игроки, вот они здесь у нас попадают, картежники, любители поиграть в карты, здесь крыса-скат, крыса-скат, видите, атакует, атакует этого любителя карт, поближе мы видим персосложение, благословение, и на нем тоже кубик, и он франзен ножом, судя по всему, Босх хотел навести критику на упоминание имени бога в суе, нельзя упоминать имя бога в суе, можно предположить, что во время игры в карты, нарды, кубики, или еще что-нибудь такое можно там на кубик магически подуть, попросить божьей помощи, но это, конечно, неправильный контекст для употребления здесь чего-то сакрального, поэтому вот Босх, он помещает здесь эту отрубленную руку, в такой контекст, скат был неприятный, как тоже мы с вами говорили, для средневековья, потому что скат бьется током, а кто у нас еще может биться током, конечно же, дьявол, и вот по такой аналогии скат сравнивали здесь тоже с силами зла, а, кстати, вот и разбитый кушенчик про то самое девство, он нам несохраненно и сообщает, вот, постепенно завершаю я нашу сегодняшнюю лекцию уже, и хочется это все собрать в некоторую единую картину теперь, вот смотрите, что нам хочет сказать Босх своими такими монументальными притчами, он говорит и о том, что вот мир он антологически полон зла, потому что это зло, оно существует, пока существует мир, он был создан таким, потому что в нем есть свет и тьма, и в нем есть, соответственно, праведники и грешники, и вот этот рай, он несовершенен, потому что там было искушение, там был дьявол, и из несовершенного рая люди попадают в еще менее совершенное, в более деградировавший по отношению к краю мир, и вот в этом миру, конечно, им там сложно, там и дьявол на каждом шагу и подстерегает его, и соответственно, грех, плотские ощущения и чувства, которые могут увести человека, и уводят они его туда, конечно, в побосу, после смерти, в основном в адское пространство, где совершаются мучения, муки, мытарства над человеком, и исходя из того, что он собственно заслужил, что с ним происходило при жизни. На самого Восха оказывали влияние тексты средневековые, которые транслировали эти идеи и эти картинки, которые могли являться его сознанием, но вот тоже как решение проблемы, какие вот Восх нам предлагает, какие он мне предлагает решения. Ну, аскеты, то есть подражание Христу, опять возвращаемся к этой проблематике, что избежать этой дороги в ад, вот этого воза сена, который тебя со всем этим сеном отправляет в это инфернальное, где будет разлагаться и твоя душа, и твое тело, может аскеза. Почему я делаю такие выводы? Ну, потому что вот у него есть эти образы положительные, положительные образы у него Христос и аскеты, святой Иероним в частности. И вот святой Иероним это же такой пример тоже абсолютно претерпевавшего человека. Он претерпевал эти страсти и телесные, и духовные во время своей аскезы в пустыне, терпел мучения и вытерпел, потому что ориентировался на Христа. Я, кстати, вот даже подумала, что нам нужно сделать лекцию именно посвященную святому Иерониму и может быть другим аскетам. Наверное, я все-таки приведу 1 декабря. Вот, чтобы разобраться, что здесь происходит, что это за такие трипы святого Иеронима здесь, и как нам трактовать эту работу, потому что она никак у нас почти не фигурировала ни в каком контексте, а тоже очень значимый, знаменитый триптик, находится в Лиссабоне, поэтому, я думаю, мы еще сделаем потом 1 декабря лекцию, посвященную вот таким, каким-то совсем странным образом у Иеронима, и попробуем их объяснить. Вот, и, соответственно, Аскеты, Христос Аскеты и идея моя номер три, это вот этот странный образ, который мы у него встречаем, который мы дважды встречаем у Восха, это вот этого путника странного, да, мы предполагаем, что он карабейник, потому что так изображали карабейники, это были торговцы, они ходили по Европе с большими коробами туда-сюда, вот, и торговали. В основном к ним очень негативно относились, потому что часто они какое-то фуфло продавали втридорога, и чаще всего они были евреями, и отношение к ним было не очень, но тем не менее идея короба, что вот короб это может быть и образ греха, потому что каждый из нас несет вот этот короб с грехом, и идея того, что короб может быть и метафора и креста, и каждый должен нести свой крест по жизни, тоже интегрируется во всю эту сложную картинку, такая картинка, которая объединяет очень много разных историй и притч средневековых, и все хорошо сходится, да, еще сюда добавить эту притчу о блудном сыне, о том, что, собственно, все равно проживая вот эту жизнь через практику покаяния, через практику работы с сакральным текстом, медитацию на столешницу, на которой у тебя изображены семь смертных грехов, да, через раскаяние, через рефлексию у тебя, там, у путника, у блудного сына всегда есть возможность вернуться или уйти, не идти вот каким-то из тех путей, которые всегда как нечто закольцованное изображает босс, да, семь смертных грехов, это вереница, это такое кольцо, закольцованная композиция, и воз сена, это тоже колесо, это нечто, что вот едет и все время воспроизводится, а тут у нас есть некоторая история, есть путь, есть дорога, да, то, что можно сделать, но как выбор, я бы сказала, как индивидуальное усилие человека, который должен на что-то ориентироваться, и, соответственно, по босху, возвращаясь к началу нашей сегодняшней лекции, которая живет во времена религиозного обновления и предреформации, да, реформация же наступила не на пустом месте, а потому, что, соответственно, мир изменился, нужны были новые средства понимания и описания этого мира, и вот предреформационные рассуждения о мире человеке, они в случае Иеронима визуализируются в такие образы, такие картины, которые мы встречаем у него, в том числе, когда говорим про ад, то есть ад, это не просто про ад, это про жизнь, которую проживают здесь герои и современники Иеронима, и проживает каждый, с его точки зрения, я предполагаю, как художник. Это все на сегодня, спасибо за внимание, АПЛОДИСМЕНТЫ